Мы с вами пришли в сердце нашего завода, это средний партвал. Является самым сложным подполом по специфике работы всего нашего предприятия. Над нами находится площадь, если запомнили, она асфальтирована. До такой степени асфальт нагревается, солнечный, но и чайничный, что в крайней мере, все, но в этот руках, к сожалению, не справляется к своей задаче. Здесь немалимо растет температура. А вот за теми серыми воротами, вот как на поверхность, вот как наш парт. Ни о какой постоянной температуре влажности, как в той части здания, мы же сами туда вернемся, я вам расскажу, речи здесь быть не может. Нюанс перепадов температур отрегулирован за счет увеличения емкостей. Вот такая большая емкость носит название бут. Он дубовый, сделан без единого гвоздя. По объему клепку дубовую держит железная бруча. Чтобы вино не вырвало дно бута, его держат ригеля. Это малый форточный ригель, он держит овальную форточку. Площадь среднего подвала 1 вектар. Здесь находятся 454 вот такие вот конструкции. На каждой из них верхняя цифра, это ее порядковый номер. Ниже я объем бута в декалитрах. Раньше в старину вина мерили ведрами. Одно ведро было 10 литров, сейчас никаких ведер. Не те объемы, чтобы можно было померить наши вина ведрами. Инициация измерения для вина это декалитр. Приставка дека означает 10. Один декалитр равен 10 литрам. 839 декалитров, 8390 литров или же 839 10 литровых ведер. Здесь выдерживаются преимущественно портвейны. Весьма-весьма хорошо они реагируют на перепады температуры. Летом здесь жара невомерная, 36-37 градусов. А зимой здесь холодно. Но именно вот эти перепады температур, давления, влажности проявляют такие вкусовые качества в наших портвейнах, как бархатистость и элегантность. И, собственно говоря, этими вкусовыми качествами так славятся наши массандровские портвейны. На дегустации обязательно белый и красный вы продегустируйте. Попадают портвейны через узкие верхние шпунтовые отверстия под воздействием сил насоса под давлением. Срок выдержки портвейнов не менее трех лет. Но это вовсе не означает, что все три года в одной и той же стационарной емкости будет находиться одна и та же марка вина. Систематически абсолютно всем винам без исключения необходимо придавать движение и обогащать кислородом. Для этого делаются переливки открытые и закрытые. Вино, как любой живой организм, как каждый из нас с вами, умеет самостоятельно дышать только посредством портвейны дуба. Насыщается кислородом, обогащается, испаряется, и уровень вина в бути понижается. Чем больше расстояние от поверхности вина в бути до его шпунтового отверстия, тем быстрее вина начнёт что делать? Окисляться. Ни в коем случае допускать этого нельзя. Поэтому каждые 3-4 месяца совместно с переливками мы производим и доливки. Доливаем уровень вина по верхнее шпунтовое отверстие. Также все вина в процессе выдержки мутнеет и появляется осадок, необходимый им придавать товарный вид. Для этого мы наши вины осветляем, оклеиваем желатином и декантируем, снимаем с осадка. Также вино, когда находится внутри, дышит через поры древесины, но загрязняет их продуктами своей жизнедеятельности. А это осадок, налёт, винный камень. Обязательно после каждой раскачки бута его нужно помыть, чтобы следующая партия вина могла спокойно дышать через чистые поры древесины. Но прежде чем помыть бут, его нужно что сделать? Раскачать. Попадает через верх, а раскачивает через нижний кран. Его открывает, вставляет шланг, он заходит в насос. Из насоса ещё один шланг, который подключен к винопроводу. Это сосуды нашего завода. Не думайте, что мы наше вино носим в ведрах или же бочках, катаем самостоятельно по винопроводу, вино идёт туда, куда его направил технолог. Это ещё советских времён стекло замечательно служит, нет необходимости мять. А когда пойдём на верхний подвал, я вам покажу, что там уже винопровод заменён на пищевую нежновейку. После каждой прогонки вина по винопроводу его помоют водой с классической соной, с антиформином или же с другим десрессом, который выберет текло среднего подвала.